Торнадо на русском это будет... Торнадо. Как говорится, и английский не знаю, и русский забыла. В общем, огромной скоростью вот этот вихрь проносится через... Значит... Я всех приветствую, кто зашёл на мой канал, всех, кто смотрит моё видео. И сегодня я буду говорить о том, есть ли взаимовыручка и сострадание у американцев к своим близким и окружающим. Из своего опыта, сколько лет я нахожусь в Америке, а живу я здесь с 2001 года, почти уже 19 лет, я сделала некоторые выводы и хочу с вами ими поделиться на своих примерах, то есть то, с чем я сталкивалась, живя здесь. Ну вот совершенно недавно по Медвесту Америки прокатились чередой торнадо, то есть так... Ну, сейчас весна, и по Медвесту Америки проходит череда этих торнадо, то есть торнадо – это ураган, это смерч. Само название говорит о том, что данное явление несёт за собой разрушение и смерть. Обычно в Америке торнадо бывает на территории таких штатов, как Айва, как Канзас, как Небраска. Ну, это вот основные такие три штата, где очень сильные ураганы каждый год, несколько раз в год проносятся. Иногда, если это попадает на места, там, где проживают люди, то могут быть разрушения и с человеческими жертвами. Значит, однажды моя дочка младшая и моя старшая внучка вместе, они ехали из Канзаса, из штата Канзас, в штат Небраску, и посередине их, значит, маршрута они встретились с торнадо. Торнадо шло не прям им навстречу, а оно как-то шло так сбоку, со стороны полей, и ничего вокруг не было, никаких населенных пунктов, была просто дорога и поля. И вот моя дочка рассказывает, что это было очень страшное вообще явление, было очень страшное чувство, ощущение того, что ты просто не можешь, не успеешь спастись, и безвыход на положение, и не знаешь, что делать. И в тот момент, когда торнадо уже было не так далеко, уже стало очень темно, уже шел не просто дождь, а начался град, а именно один из факторов, что торнадо вот уже рядом, это в тот период, когда становится темно и идет именно град, хейл, и град становится очень крупным. И вот в этот момент моя дочка говорит, что они увидели, значит, справа, значит, если слева шло торнадо, то справа небольшая проселочная дорога, она говорит, я интуитивно, просто машинально сообразила, что мне нужно туда выехать, куда-то уехать в сторону от этого, значит, урагана. И вот они едут по этой проселочной дороге, ничего нет, только поля, никаких домов, и они едут на полной скорости, насколько это возможно. И, значит, и вдруг перед ними они видят, что это, значит, чья-то ферма, огороженная такой огромный участок земли, и посередине этого участка земли стоит двухэтажный дом. И ворота вот на эту ферму открыты. Она говорит, мы просто вот со всей скоростью въехали вот в этот двор, выскочили, значит, со своей племянницей из машины и кинулись, значит, в дверь в этот дом. И на их удивление, когда они стучали, значит, никто им не открыл, никто, значит, не вышел. И когда они попробовали дверь, дверь была открыта, они зашли в эту дверь и спустились, сразу же побежали, там был, значит, спуск в подвал, ступени в подвал. Они в этот подвал спустились и, значит, там сидели и просто пережидали. Они поняли, что в доме никого нет, и здесь все, кто живет на Медуэсте Америки, они знают, что когда идет торнадо, то надо всегда... Здесь все дома, в основном, они все имеют подвальные помещения, то есть это своего рода шелтер, то есть убежище для того, чтобы переждать торнадо. А там, где люди живут, например, в апартментах, снимают апартменты, то там специально есть так называемый клуб, в которых тоже находится место для защиты всех людей, кто живет в этом комплексе, кто снимает квартиры. То есть тогда, когда сирена на торнадо, то есть люди должны выходить и бежать в этот клуб и скрываться вот в этом убежище, в клубе. Ну так вот, моя дочка, значит, с внучкой сидят там, в подвале, в убежище и переждают торнадо. Вот, значит, у внучки моей случился шок, она плакала, она все время повторяла, когда, значит, они свернули эту проселочную дорогу, она все время повторяла, что ну не надо, не надо, куда мы едем? И когда в дом, дочка моя ее тоже, когда вы быстрее заходите в дом, даже если никого нет, нет, здесь никого нет, как же мы зайдем? Нельзя! То есть вот она воспитана вот так вот, у нее очень сильно обострены чувства, что можно, что нельзя. И, значит, буквально моя дочка ее с силой, значит, затянула в дом и туда, в это подвальное помещение, они там сидели, тряслись и ждали, когда торнадо пройдет. Вот, через некоторое время, когда вроде бы уже они поняли, что уже они находятся в безопасности, они, значит, вышли уже из дома и вдруг увидели, что в дом заезжает, то есть во двор заезжает машина, из машины выходит мужчина, значит, такого возраста, где-то лет 50, с молодой девушкой. Ну, оказалось, что это были отец и дочка, и они были в поле в тот момент, когда торнадо настигла, значит, моих детей. И когда они вернулись, увидели, что вот двое незнакомцев выходят из их дома, почему-то, как моя дочка рассказывает, в их глазах не было никакого изумления, никакого вопроса они даже толком не задавали. Оказывается, как они объяснили, что часто торнадо проходит недалеко от того места, где находится их дом, и поэтому это уже не первый раз, когда люди находили убежище в их доме, когда, значит, приезжали, там прибегали, может быть, даже люди из соседних домов к ним и прятались у них, поэтому когда они теперь отлучаются или куда-то уходят, или они в поле, то есть их нет дома, дверь у них не закрыта на ключ, и всегда они говорят, что мы всегда welcome, помочь, если это случается, то всегда люди могут найти спасение и помощь в их доме. Вот, пожалуйста, это один из примеров того, что люди, которые живут в какой-то местности и знают, что случаются какие-то, ну, такие, будем говорить, emergency ситуации, внезапно что-то случается, внезапно случается природная катаклизма, и проходит это, и случается это часто именно в той области, где они живут, то они всегда готовы оказать помощь, всегда готовы поделиться своим кровом. Еще один вот такой случай, который, значит, произошел со мной, я уже жила здесь, в Аризоне, и поскольку я очень люблю ходить пешком по горам или где-то на природе, в парках на очень длинные дистанции, и делаю это в любое время года, ну, поскольку Аризона, здесь всегда тепло, но с мая, вот особенно с начала июня, и по начало сентября здесь очень-очень жарко, а если это июль, август, то температура может достигать, ну, хорошо за 40. И в один из дней было очень жарко, это было утро, но уже было очень жарко, и я, значит, прибегала мимо женщины, женщины, которая сидела на земле, и она облокотилась на дерево, и рядом с ней, значит, лежал ее велосипед, и видно было, что-то с этой женщиной происходит не так, то есть у меня такое чувство было, что ей нужна помощь, и я ее спросила, если вам нужна помощь, она говорит, да нет, я не знаю, я говорю, у вас есть вода, она говорит, да, вот вода у меня есть, я говорю, вы себя плохо чувствуете, ну, и пока я с ней разговариваю, подошли, значит, с нами поравнялись еще две женщины, и они тоже, значит, включились в разговор, они тоже увидели, что, может быть, их помощь понадобится, они стали с этой женщиной тоже разговаривать, и сразу предложили ей свою помощь, они говорят, так вот, наш дом, вот буквально два шага отсюда, идемте, значит, к нам, немножечко посидите, если нужна будет еще более серьезная помощь, то мы можем даже и скорую помощь вызвать, и вы в прохладе посидите, и, значит, идемте, взяли эту женщину, и тихонько-тихонько они ее вели, ну, так что я хочу сказать, в этой эре живут только очень достаточно богатые люди, у которых большие дома, и расположены на берегу озера, здесь в Америке дома, которые расположены на берегу водных, значит, ну, водоемов, таких как озера, или там небольшие пруды, в этой части дома очень дорогие, и покупают их, конечно, люди зажиточные, и, казалось бы, ну, и дело не должно быть до того, что с кем-то что-то случилось, однако же люди остановились, и люди оказали помощь, так вот, помощь здесь американцы, как ни странно, как ни удивительно, при всем том, что мы говорим, что американцы, это все-таки нация сдержанная, нация таких, будем говорить, ну, не нация каких-то нравов, а просто нация, которая не очень поддерживает себя в повседневной жизни, что это индивидуалисты, что здесь, значит, развитый капитализм, который подразумевает, естественно, отношения маркетинга, то есть между людьми отношения более, больше денежные, чем отношения такие по душе, по совести, помочь и так далее. Нет, здесь, опять же, я хочу сказать, что это очень удивительно, но люди очень отзывчивы, особенно, когда нужна помощь. Если нужна помощь, люди бросают все, а не забывают, кто из какого сословия, какого цвета кожи, откуда приехали, иностранцы местные, они просто помогают друг другу. То есть экстренная помощь, здесь всегда можно рассчитывать на то, что тебе помогут, если что-то с тобой вдруг случилось на улице, или что-то с тобой случилось на работе, люди очень помогают. Вот у меня тоже такой факт был. Теперь, значит, еще такой случай. Я уже рассказывала в своем одном из предыдущих видео, который, по-моему, называется «Мое первое свидание». Когда я переехала в Аризону, я первые два года ни с кем не встречалась, у меня толком друзей не было. Я купила себе, значит, квартиру, и я очень тяжело работала, по очень-очень много часов, стоя на ногах. То есть я очень-очень много перерабатывала, и это сказалось на моем здоровье. В один из дней я просто нагнулась на работе, и у меня схватило, переклинило мою спину. И вот так, как я вот была, вот такая полусогнутая, кривая, так я и пошла домой. И на следующий день даже, когда я пришла на работу, несмотря на то, что я приняла какие-то безрецептурные, обезболивающие препараты, и намазала свою спину, и одела специально поддерживающий пояс, все равно видно было, что я хожу неровно, и что со мной что-то происходит не то. Так вот, моя менеджер, то есть она увидела меня издалека, как я иду, подозвала меня к себе и говорит, а что с тобой случилось? Почему ты такая кривая ходишь? Ну я ей рассказала, говорю, вот я вчера там нагнулась, там подняла, но все равно меня переклинило и так далее. Она говорит, так что ж ты мне ничего не подходишь и не говоришь? Я говорю, ну я не знаю, что говорить-то толку с этого. Она говорит, нет, мы должны оформить обязательно тебе, значит, work home, то есть рабочую компенсацию за то, что ты, будучи на работе, получила эту травму, и, значит, ты должна идти к врачу, ты должна, значит, тебе выпишут рецепты, и вот это все, значит, наша компания тебе оплатит. Я, конечно, была удивлена, никогда не сталкивалась с этим в Америке, сколько лет я работала, то есть для меня это было так необычно, и она меня завела в свой кабинет и, значит, набрала номер, вот это work camp, working compensation, это, значит, в переводе на русский, компенсация с места работы, всех расходов по здоровью, если, значит, injuries, значит, если травма какая-то случилась на работе. И вот она сидела рядом со мной, подсказывала мне, как мне нужно разговаривать с представителем, значит, вот этой work camp, я все рассказала, во сколько это было, когда это случилось, что я чувствую, вот, и на меня, значит, было заведено дело, и на основании этого все расходы, которые, значит, я уже даже заплатила, когда я пошла первый же день к врачу, все равно вот эти все счета от врача, счета с аптеки, то, что я получила медикаментозную поддержку, это все мне оплатила вот эта work camp компания. Вот, пожалуйста, еще один из таких случаев, это менеджерша могла бы пройти, ничего мне не сказать, не подсказать, ну, что-то случилось, ну и случилось, но, значит, она очень внимательно отнеслась, то есть, опять же, это стремление помочь ближнему, если что-то случилось, обязательно здесь люди помогут, но, с другой стороны, опять же, маркетинговые отношения, развитой капитализм предусматривает, что человек человеку не то, что волк, но это постоянное competition, то есть, постоянное соревнование, кто лучше, кто быстрее, значит, кто богаче, кто умнее, это все присутствует, то есть, когда не нужна экстренная помощь, чтобы человеку помочь, что-то с ним случилось, все остальное отступает, и, опять же, на смену приходит соревнование, competition среди людей, так вот, такое вот, как бы сказать, странное общество американское, то есть, тебе умереть не дадут, но, если ты не умер, то будь добр, поднимай себя за шкирку, работай, и участвуй в этом соревновании жизненном, и стремись каждый день выше, выше и выше. Ну вот, на эту тему я хотела с вами поговорить, в следующем видео своем я хочу затронуть другую тему, тему, которую я уже поднимала не в этом году, а в прошлом году и в позапрошлом году, о женщинах, которым за, которые хотят выйти замуж, и которые хотят найти себе партнера за границей, так что оставайтесь со мной, следующее видео будет об этом, и я вам хочу рассказать некоторые подсказочки, что может произойти, что происходит, и на что нужно обратить внимание, если вы начинаете поиски своей второй половинки за границей. До свидания! Спасибо большое, что вы меня смотрите, что вы остаетесь со мной, и что вы пишете мне какие-то приятные слова, пишите мне, чтобы я еще снимала, и я вам обещаю, что я буду снимать, что я с вами. До скорых встреч!